Всем привет, вы на канале CryptoCommons, биток валится вниз, крипта скам, расходимся по домам. Так, ответьте-ка сами на этот вопрос. Ну что, ребята, да, в моменте все выглядит шартово, конечно, и фонда тоже сейчас льется, и DXY вскакивает, но это как бы нормально после такого роста, скорректироваться немножко. А если вы посмотрите хотя бы на дневки, то вы видите, что очень интересная картина происходит. Биток прямо сейчас тестирует сетку EMA Ribbon как поддержку, которая разворачивается, собственно, потихонечку в бычью сторону, ребята. Это все плюс к тому, что вот у нас был хороший дивер, money flow выходит в зеленую зону, и самое главное, hash ribbons, hash ribbons, который мы давно не смотрели, скоро уже вот-вот отсигналит на покупку, как это происходит обычно после капитуляции майнеров. Посмотрите, капитуляция майнеров заканчивается, ребята, заканчивается. У нас очень много бычьих знаков, бычий фундаментал, поэтому приоритет все еще, я вам говорю, ланговый. Но не забываем о коррекциях, не забываем о том, что мы можем при ближайшем рассмотрении на 4-х часовике, мы пока еще удерживаем, конечно, тренд повышающихся минимумов и максимумов, но многие спекулируют, что это некий такой медвежий клин, и мы сейчас пробьемся вниз, и в таком случае мы все еще можем, можем упасть куда-то. Я не думаю, что ниже вот этих предыдущих лайов, но опять же, это всего лишь мои догадки. А варианты коррекций, куда мы можем упасть, мы рассмотрим с вами прямо сейчас, но перед этим я хочу сделать важное объявление. Специально для всех, кто участвовал с нами на турнире Bybit под названием WSOT в нашей команде, и все, кто вошел в первую десятку трейдеров по профиту, вот они все здесь написаны, правда, вот эти два, которые без галочки ревард с критерием, возможно, это не они, возможно, вот эти два. Короче, топ-10 лучших трейдеров сегодня получили по 400 долларов бонусом на свой спотовый счет на Bybit. Чуваки, проверьте, пожалуйста, если это вы. Я делал в телеге сегодня пост, в нем указаны все учетки всех пользователей, кто получит приз, ребята. Проверьте, вы это или не вы, и если вы, то вам респект по 400 долларов каждому от биржи Bybit, за что им большущий респект выписываем, несмотря на то, что жестко дампится их токен BitDAO. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Короче, как забрать награду? Идете в бонусный центр, заходите в него, и вот тут написано, если вы один из этих топ-10 трейдеров нашей команды, то тут написано, вот я, поскольку тоже, как вы поняли, вхожу в топ-10 трейдеров, в моих наградах, вот у вас появился такой вот купон, у вас новая награда. Его нужно заклеймить обязательно до 15 сентября, поэтому говорю вам об этом в ютубе, чтобы вы не профакапились. Нажимаете запросить, ба-бам, вы успешно запросили награду. Все, идем на спот и видим, что прилетели 400 долларов, и вы можете их потратить реально на любую крутую монету, которую считаете нужным. Не буду ничего вам сейчас ширить, но сам я, наверное, сейчас пойду покупать BitDAO, потому что, ребята, BitDAO, конечно, просто безобразно себя ведет, чистейший памп и дамп, да, но если вы посмотрите обычные свечи, а не хайка наши, то у нас тут с вами нарисовывается зеленая свеча, и отскакиваем мы от уровня 78.6 по Fibonacci. Если сейчас мы отсюда отскочим, то я ожидаю очень хорошее восстановление, с, возможно, даже переписыванием вот этого. То есть, смотрите, это у нас был, в принципе, заходной импульс, как у нас было очень долгое падение, потом мы откорректировались от него, и сейчас мы можем нарисовать W и полететь наверх. Это то, на что я сейчас ставлю. Несмотря на разлоки инвесторов, которые дампят цену, там также еще есть байбеки, и вот сейчас смотрим, как пойдут байбеки. Но дисклеймер, это очень опасная сделка, сами все понимаете. Я вот уже всю прибыль на ней, грубо говоря, сейчас обратно мне спилила, я догружаюсь, усредняюсь, докупаю BitDAO. Вы за мной не повторяйте, пожалуйста, делайте, как вам подсказывает ваша интуиция. Вот, для меня сейчас это 78 уровень, это ультимативный уровень, потому что это предыдущее сопротивление, которое было вот здесь, да, и которое было вот здесь, и даже вот здесь, и которое стало поддержкой вот здесь. Я смотрю, как сейчас зеркальный уровень отыгрывает как поддержка, и тогда мы едем наверх. Вот, в любом случае я усредняюсь, цену своего входа двигаю вниз, то, что я там по хаям открывался на профит. В общем, буду вытягивать эту сделку. Вы, если не понимаете, что такое трейдинг с плечом, лучше вообще этого не повторяйте, а просто на спот можно спокойно добирать BitDAO. Вот что я сейчас считаю. Спекулятивные свои трейды по эфиру, по битку я закрыл, перелил опять же в биты, подэшу, держу позицию, потому что здесь все вообще пока красиво, мы никуда не провалились ниже этого уровня. Постепенно, постепенно разворачивается тренд. По дэшу все еще в силе, то, о чем мы с вами говорили. Опять же, здесь посмотрите, вот у нас было сопротивление, мы сейчас прямо тестируем его как поддержку. Это уровень, как раз где мы сейчас, плюс-минус 52 доллара. Вот. Так что, если вы не знаете, как торговать на бирже Bybit, обязательно посмотрите в видео урок, который сейчас у вас появится сверху, в правом углу экрана. За 8 минут, как торговать на Bybit от А до Я. Но что с битком-то, собственно, варианты коррекций? Если мы сейчас все-таки повалимся ниже, может ли он сделать так, как битдау? Может, в том-то и дело. И в таком случае и битдау, и другие альты еще сильнее могут ушатать. Поэтому надо смотреть, держать ухо в остро. Прямо сейчас мы тестируем 23 уровень по Fibonacci, от этого падения до локального хая. Можем и от него отскочить. Будет очень круто. Но если мы его не удержим, следующий уровень 38.2, это 22300. Это вообще красная линия для быков, ребята. Если мы этот уровень не удержим, то, по ходу, бычий сценарий на ближайшее время отменяется. В целом-то мы можем упасть и на 0.5 уровень, это 21300, и на 0.61.8, это 2500. И все еще остаться как бы в бычьем разворотном паттерне двойного дна. Вот. И накопление, опять же, у нас может быть с вами не один месяц, как мы знаем. Но я все еще придерживаюсь лонгового сценария. Я думаю, что мы сейчас увидим хороший шорт-сквиз, и после этого уже, возможно, мы будем более долго накапливаться. Либо не будем, опять же, более долго накапливаться. Я думаю, что доллар у нас на последнем издыхании, и мы просто сможем вот как-то вот так вот вообще бодро восстановиться. Тоже вполне себе легко. Вот. Поэтому тут как бы все риски берем на себя. CandleWave у нас пока нет сигналил на продажу. Очень плотное скопление ордеров, как мы видим с вами. По ТРДР тоже мы входим в зону интереса. Посмотрите, сколько здесь лимитных заявок на покупку сейчас обрабатывается. Я думаю, что мы очень быстро увидим отскок. Тем более, что биток в последнее время исполняет очень интересную закономерность. Вот у нас есть некая поддержка. Мы ее ложно пробиваем вниз и уходим выше. Снова, смотрите, ложно пробиваем вниз и уходим выше. Так же, как можно сказать, и про верхнюю линию сопротивления. Мы тоже ее ложно пробиваем и уходим ниже. И вот у нас образовался такой коридорчик, в котором можно, в принципе, сейчас торговать тем, кто торгует интродэй. Это плюс-минус 23-24500. И вот мы снова... У нас была поддержка на уровне 23800. Где-то мы ее не удержали. Сейчас ушли ниже. Пошли за стопами, возможно. И просто сделаем опять вот так и вернемся в канал. Поэтому смотрим. Сейчас очень интересная развязка событий, ребятушки. Я вам напоминаю, что при всем при этом еще мы находимся в альтсезоне. В альтсезоне мы находимся. Прикиньте, какой альтсезон. И вот у нас эта штука развернулась. То есть мы, походу, идем дальше в еще больше альтсезон. Поэтому я думаю, что все будет нормально с нашими монетами. Надо просто проявить терпение и не торговать себе в убыток. Вот такие сегодня мысли. Ставьте лайк, если вам зашло. Подписывайтесь на канал, если вы у нас первый раз. Напишите в комментариях, что думаете. Ну а с вами был Гринни от Крипто Коменс. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok